МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пригодится вам для того, чтобы задавать вопросы нашим гостям, если они у вас появятся. Ну и, конечно, отвечать на наши вопросы. Сегодня для вас приготовили обширную программу. Будем приглашать на удивительную выставку продажу «Формула рукоделия-2015». О ней нам расскажут наши гости, организаторы, участники. Ну и, конечно же, с большим удовольствием мы сегодня для вас разыграем пригласительные. Во-первых, это пригласительные в кино вертикально, удивительный спектакль, спектакль в кино, эффект присутствия, просто кто ходил, говорят, невероятные ощущения, а также билет на спектакль в театр «Город». Но об этом чуть позже. Звоните, будут вопросы, задавайте. Большим удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. Рядом со мной руководитель проекта «Формула рукоделия» в Самаре, но по совместительству мастерица мыловар. Это Елена Юркова. Здравствуйте. Здравствуйте. Также с нами здесь мастер-теддист. Если кто не знает, что такое тедди, в ближайшее время матчасть нам будет рассказывать Ольга Сударенко. Здравствуйте. Удивительные, вкусные, но несъедобные, к сожалению, ложки из полимерной глины и всяческие другие приятности сегодня нам принесла Яна Мартьянова. Здравствуйте. И уже разложила тут практически все, что успела собрать, сделать к эфиру. И не только наши гости, дизайнер-стилист Екатерина Савич. Здравствуйте. Елена, ну первый вопрос вам, как организатору, всегда ждем, всегда и с большим удовольствием ходим на весеннее, осеннее ярмарка. В этом году что интересного приготовили? В этом году мы подготовили огромное количество мастер-классов. Это вот у нас главная фишка. Тренд, да. Мы пригласили двух очень известных профессиональных мастеров из Москвы. Они будут в режиме нон-стоп все три дня в зоне мастер-классов. Это какое направление? Это валяние и картины из, вот не помню, как называется, стеклышек. Витражная мозаика. Витражная мозаика, да. Потом у нас клуб самарских рукодельниц тоже в режиме нон-стоп. Умеешь сам научить другого. Да, научить другого. И причем мы выбрали таких мастеров, у которых действительно есть чему поучиться. Это вот высший пилотаж. То есть можно приводить детей, а можно прийти и обменяться опытом, научиться чему-то новому. Ну что вообще такое формула рукоделия? Это праздник. Так. Праздник для увлеченных людей. Праздник рукоделия. Можно сказать, что вот эти дни 27-го, 29-го туда прийти. Не только что-то купить к себе в подарки, там, я не знаю, что-то еще. Поучаствовать, я так понимаю, в мастер-классах. Поучаствовать в мастер-классах. Обязательно у нас будут... У нас сейчас идут конкурсы, которые, голосование будут за эти конкурсы на формуле. У нас будет симулирующая лотерея. То есть вы что-то покупаете, вам дают номерочек. И два раза в день будет розыгрыш подарков, любезно предоставленных нашими участниками. У нас будет программа, к нам придут барабаны. Для детей шоу «Сумасшедшего профессора». И у нас будут семинары, тренинги по красоте. Но от кого не скажем, эта интрига будет очень интересна. Обязательно приходите. То есть с 10 до 18 будет каждый день? Да, каждый день ждем. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22. Давайте с вами поиграем. Раз уж мы говорим про выставку продажи формулы рукоделия, мы с большим удовольствием сейчас будем разыгрывать билеты на спектакль, который называется «Путь к счастью» по роману «Война и мир Толстого». Театр-город вас приглашает. И вопрос такой, в который раз, в какой раз в Самаре будет проходить выставка «Формула рукоделия». Если знаете, звоните 202-11-22. Я же хочу немножечко пообщаться с нашими мастерами сегодня. Много чего красивого нам принесли. Такого, может быть, еще не бывало у нас. Хочу начать с ложек. Потому что совсем недавно я заметила такой тренд, такую тенденцию. Очень модно сейчас всякие даже знаменитости в том числе едят, пьют и не знаю, что только не делают такими ложками. И вот за них у нас отвечает Яна. Яна, что за тренд, откуда он пришел? Ведь не просто так стали на ложках делать какие-то штуки красивые. Да, вопрос интересный. На самом деле я рискну предположить, что просто людям все надоело, и они решили найти что-то интересное, новое. И вот, наверное, на фоне этого, плюс еще и своими руками, решили вот так вот украшать ложки. У нас фотографии, кстати, есть. Яна принесла к эфиру, чтобы вы более подробно, более внимательно посмотрели какие-то детали. Что это за ложки вообще? И что вот мы сейчас видим, как они вообще выглядят? Да, это ложки, украшенные фигурками из полимерной глины. Фигурка может быть абсолютно любая. Сам материал полимерной глины очень не капризный, то есть кратковременные какие-то падения, что бывает все-таки столовые приборы, мы ими пользуемся. Они спокойно выдерживают. А мытье? Мытье, бережное мытье. Ну, конечно, никакой посудомоечной машины, безусловно, не стоит применять. У меня вопрос вообще. Вот ты как узнала об этом? Как ты пришла к этому? Где-то увидела, где-то что-то... Да, я пару лет назад в интернете наткнулась на картинку тортика из полимерной глины. Мне стало интересно, что это вообще за материал, как это делается. Ну, собственно, с этого все и началось. То есть я приобрела материалы и решила попробовать сделать этот тортик сама. Получилось. Ну и дальше я стала развиваться, уже пробовала делать фигурки. Безусловно, первые работы были, конечно, туши и свет. Но потом постепенно я как-то нарабатывала свое мастерство. Ты рисуешь, я не знаю, у тебя есть какое-то образование художественное? Вообще никакого художественного образования. Я до этих фигурок не имела никакого отношения к творчеству, ни художника. Вообще я юрист по образованию, то есть совершенно ничего общего с творчеством я не имела до этого момента. Вопрос. Что можно делать с этой ложкой? Кому эту ложку можно подарить? И вообще, что это вот такое? Да кому угодно, на самом деле. Детки очень любят эти ложки, потому что можно украсить совершенно любым героем. И найти в магазине такую бывает довольно проблематично. Вот, например, моя племянница вдохновила меня на свинку Пеппу. И оказалось, она нравится не только ей. Я сделала буквально шесть штук, и через пару дней от шести штук ничего не осталось. Ой, вот это моя любимая. Это просто чудесно. Из чего сахарок? Это художественная сухая пастель. С ума сойти. Вот такие, как вот никто не пробует на вкус, никто не думает, что это съедобно. Да, я поэтому в инструкции указала, что лучше не... На зубок не пробовать. На зубок не пробовать, да. Ну, а на самом деле, вот сейчас есть же у нас такая традиция, дарить ложечки на зубок, например, да, вот малышам дарят, да. Почему бы не подарить? Да, мне кажется, если ты в офисе сидишь и мешаешь чаю такой вот вкусняшкой, такой ложкой... Ну, я тут поспорю, мне кажется, наоборот, если такими плюшками тут украшать ложку, можно, мне кажется, наоборот, каждый раз хотеть, избегать куда-нибудь в кондитерскую, заказать себе макарон и съесть их. Мне кажется, тут опасный эффект. Ну, хотя, почему нет, можно подарить, мне кажется, целый набор, да? Да, конечно. Конечно, все, что угодно, и наборы. А это вот что за новый вид твоего творчества? Да, это я еще так делаю украшения, то есть те же тортики, по сути, пончики, тоже все очень аппетитно выглядят, да. То есть и вот из этого можно сделать тоже вполне себе неплохие, симпатичные, милые украшения. Это где такая елочка растет, на которой можно прийти и взять? Да, это дома. Так вот выглядят ложки, из чего? Это обычные столовые ложки, да, какие-то? Нет, это чайные, да. А вилки? Любая, любой прибор, то есть это уже дело вкуса, и вилки, и ложки, и ножи, и все, что угодно. Можно прям целый комплект столовых приборов сделать. В каком нужном стиле, здорово. Это очень, как бы, мне кажется, аппетитно выглядит. А тем временем у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анна. Анна, очень приятно. Приятно. Анна, вы что-нибудь можете рассказать нам о своем хобби? Делаете ли вы что-то своими руками? Вышиваю. Ух ты, а что вы шиваете крестиком, гладью, бисером? Сейчас столько вариантов. Крестиком. Ну и как, успехи? Красиво, уже одна картина готова. А что там расскажите нам? Козочку. Козочку, символ года 2015. Пропадает Анна у нас куда-нибудь. Анна, вы нас слышите? Да. Отлично. Аня, ну давайте отвечайте на вопрос. В какой же раз в этом году у нас будет проходить выставка продажа формула рукоделия? Седьмая. Седьмая. Организатор, правильно? Правильно. Молодец. Аня, отправляйтесь на спектакль. Я же хочу сообщить нашим телезрителям, что билеты на, собственно, саму формулу рукоделия мы будем разыгрывать у нас в группе ВКонтакте совсем скоро, в течение всей этой недели. Так что у вас будет уникальная возможность попасть и как-то провести время хорошо и с пользой. Я хотела спросить, по какому принципу, Лена, вы отбираете мастеров? Всех желающих? Нет, нет, у нас есть критерий, кастинг. Мы выставка в Самаре уникальная, то есть есть выставки в Кармане. Международная. Да, мы международная, мы именно выставка, мы не ярмарка. Вот. И, естественно, мы берем лучших из лучших. The best of the best. То есть, да, нам поступают заявки, фотографии, мы рассматриваем и выбираем самых лучших. Ну, как организатор, можно ли сказать, что, допустим, в этом году мастера тяготеют к чему-то, и их много-много-много именно в каком-то одном направлении? Нет, мы стараемся брать разные направления. Но все равно есть какая-то тенденция, что люди, допустим, раньше все повально увлекались скраббукингом, сейчас, я так понимаю, многие сели за полимерную глину. Все увлекались скраббукингом, сейчас, наверное, больше в украшениях женских, потому что это весна, лето. Ну, я вообще сама тоже пойду обязательно себе что-нибудь прикуплю, потому что это эксклюзивные вещи, очень красивые, очень качественно сделаны. Ну, ладно, я хотела дальше перейти к нашим уже мастерам, которые тут у нас сидят, замечательные Мишки. Вот этот вот ветеран, я бы сказала, вообще, на самом деле, Ольга нам принесла, и у нее на руках он сидит. Выглядит, как будто Мишка, ну, прожил с Ольгой, с Ольгиной бабушкой, с прабабушкой очень такую жизнь. Расскажите нам, пожалуйста, кто этот красавчик, как вообще вы решили заниматься таким замечательным делом? Что такое Тедди? Ну, Тедди, это подразумевается медведя. У них своя история, она начинается с 1870 года. Ух ты. Ну, кому это будет любопытно, я думаю, найдут время в интернете прочитать книжки, понять. Это очень увлекательно, советую прочитать, потому что я немножечко могу ошибиться в кое-каких датах, поэтому не хочу врать. Занимаюсь я уже медведями около пяти лет, начинала я с кукол, но медведи нравились всегда, и я не смогла отказаться. А что-то случилось вот такое, не знаю, многие начинают, допустим, приходят, там мастерицы говорят, я вот сидела в декрете, ухаживала за ребенком, или что-то случилось там, и вот, оп, начала заниматься рукоделием. У вас какая интересная история? Ну, мне тоже интересная, да, вы правильно сказали, интересная история. Сын занимался батутом, международное соревнование, Франция, трое деток, как-то надо помочь ребенку, чтобы он действительно туда поехал, у него были карманные деньги, была сшита первая игрушка. Она, наверное, так легко ушла, что почему бы и нет, и не попробовать. Ну, я действительно за полтора месяца я набрала ту сумму, которую я считала, что ему будет достаточно, и он поехал у нас со своими карманными деньгами, завоевал медали, приехал, с этого все и началось. Как сын это зовут? Николай. Николай, молодец, мотивировал маму как мог. Почему вот этот именно медведь, и те, которые сидят у нас здесь удобно, они действительно выглядят как немножечко пожившие, повидавшие виды? Это тренд такой, тенденция. Почему так именно нужно делать? Ну, направления в мишках, они тоже есть разные. Есть фантазийные, есть винтаж, но у меня больше все-таки, я предпочитаю винтаж, это, наверное, где-то из детства, когда родители любили нас больше, когда деревья были большими. Небоголубей, да? Да, 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 из этой серии все. И казалось, что игрушки были, ну, для меня, во всяком случае, медведи мне казались, что в детстве, наверное, они были у меня такими. И когда люди приходят, смотрят, девочки приходят на мастер-класс, говорят, да-да-да, у меня тоже такой был, у меня, ну, только куда-то он делся, а так вот пытаюсь себе сейчас сделать такого же. Ну, поэтому это с детства. Ну, а это специальная ткань, вы как-то состариваете, я не знаю, что-то с ним делать. Для винтажных медведей очень хорошо, вот как на Ванечке. Ванечка его зовут Ванечка. Ванечка не продается, так понимаю. Нет, Ванечка не продается, он уже нашел маму себе, причем нашел ее очень быстро. Мама вот отпустила его в другой город погулять, будем так говорить, на экскурсию. Погостить. Да, погостить. Ну, еще бы я, такого Ванечки бы тоже не отказалась. Очень хорошая Ванечка. У него есть какая-то история? Его сделали по какому-то эскизу, по просьбе, он на кого-то похож. Мне очень хотелось попробовать шарнирную мишку, то есть у него вот ручки, ножки двигаются. Он такой мальчик-мальчик, да, как живой. Но просто у него в локтях и в коленочках ножки сгибаются. То есть вы еще и какие-то механические механизмы себе вот туда пытаетесь как-то пристроить, это тоже ведь изучать, изучать нужно как-то пробовать. Это фантазия. Учиться, да, конечно, приходится. Вернее, не то, что приходится, а хочется учиться. Смотрит, смотрит. Глаза как настоящие. Спасибо. Учиться нужно, потому что стоять на месте это неинтересно. Продвижение вперед всегда здорово. А можно ли сказать так, что, допустим, какую-то штуку, элемент, направление вы придумали сами, и никто еще до этого не додумался? Ну, знаете, я так говорю. У медведя всего одна голова, одно туловище, две руки и две ноги. Здесь что-то придумать новое сложно. Ну, технику какую-то. Техника есть, но не знаю, до меня кто-то это делал или нет, но наверняка делал. Просто кто-то об этом додумался раньше, кто-то позже. Мастера более значимые есть, менее значимые, и только начинающие. Поэтому я не могу сказать с уверенностью, что да, да, это мое. А бывало такое, что, допустим, ваш мишка отправлялся в другую страну куда-то? Или какая-то была оценка именно законодателей моды, так скажем, на мишек Тедди? Это же не Россия все-таки. И мы знаем историю, что это Соединенные Штаты, и там это все крутилось-крутилось, и это действительно у них там, ну, культ. Как у нас матрешка, а у них мишка Тедди. Есть ли какая-то оценка иностранцев? Ну, у меня одна из моих работ уехала жить в Австралию. Был подарок девочке из Самары, вот она отправляла туда. Ну, я знаю, что понравилась работа, очень понравилась. Списываться с хозяевами, вернее, с родителями, будем так говорить, зайцы нет, не списывались. Ну, то есть девушка, которая у меня купила этого зайца, стала моим постоянным клиентом. Как здорово. Ну, такие вот истории, друзья. Вот такие мастера будут представлены, и не только они. Сколько примерно человек заявлено? Мастеров заявлено 148. Да это же одного дня не хватит вообще ходить. Ну, вот, да. Пришла один рядок, прошла 27-го, второй рядок прошла 28-го, и так и заключительные. Да, там можно ходить по кругу и так вот плавно в зал мастер-классов. А на мастер-классы нужно как-то заранее записывать? Можно записываться, все данные есть у нас на сайте формулы рукоделия, есть в группе ВКонтакте, и можно также прийти, мы будем объявлять по громкой связи со сцены, когда, в какое время, какой мастер-класс проводят. Лучше, конечно, записаться, вот, но также можно подойти свободно, посмотреть, то есть это зона открытая, можно посмотреть, понравилось, подсаживайтесь. Ну, кстати, у нас есть фотографии, которые с прошлой формулы, да, с весенней, с осенней, с осенней, 2014 год, давайте смотреть, рассказывайте. Да, это наше открытие. Что мы тут видим? Церемония открытия. Девочки, вы были на формуле? Не присутствовали? Первый раз все? Да. Я была. Ну, Елена Ольга, рассказывайте. Это наша Ирина Федзянцева, формулка отделия «Москва». Приезжала к нам она. Это экспозиция, да, экспозиция 12 месяцев. То есть и одежда там есть. Мастер-классы по свечам вообще шикарные. У нас было очень много народу, больше 11 тысяч. 11 тысяч проходимость, да? Да, проходимость была, у нас было очень много народу. У нас очередь была от кассы и до парковки, вот, попозже покажут фотографию. Это у нас только были желающие приобщиться к... Да, у нас вот семинары, тренинги. А это вот кто приходит? Люди, которые тоже творят? Контингент разный, в основном, наоборот, не столько кто творят, а сколько покупают. Ценители, мастер-классы по мягкой игрушке. То есть тут и мальчики, и девочки. Да, и мальчики, и девочки. Мужчины, и женщины, все ходят. Это мастер-класс «Барабан-аше». Они у нас тоже будут в субботу. Это по скраб-букингу мастер-класс. То есть, в принципе, с пустыми руками, мне кажется, оттуда вообще не уйдешь. А откуда приезжают в этом году еще? Какие города? Города Нижний Новгород, Кострома, Санкт-Петербург, естественно, Москва, Узбекистан. То есть обширно. Обширно, да. Швеция, по-моему, тоже есть. То есть, если я не ошибаюсь. Здорово. В «Формула рукоделия» магазин к нам приедет. Просто вот наша знаменитая очередь, которая облетела все инстаграмы. С ума сойти. Вот. Это как? Так что вы там горячие пирожки раздавали? Да, было очень интересно. Здорово. Здорово. Ну, друзья, если будут какие-то вопросы, нам звоните 202-11-22, телефон прямого эфира, очереди. Ну, это удивительно. Это здорово. Если вы еще не были ни разу, друзья, обязательно приходите, обязательно нам, думаю, будет даже потом интересно ваше мнение, отзывы, все, думаю, в группе можно будет оставлять. У нас есть еще замечательный дизайнер, который скромно сидит, ждет своей очереди, все как полагается. Это Екатерина Савич. Катя занимается модными штуками. Катя хипстер, я так понимаю, где-то в душе, да? Откуда такая любовь к бабочкам? И вообще, как это все случилось? Тоже какая-то, может быть, история есть? Ну, небольшая есть. У меня подруга увлекалась этим и пригласила меня, обучила. Я попробовала. Сначала по заказу для ее клиентов я делала, и потом попробовала сама. Потом у меня пришел заказ один небольшой от ресторана, и я для них сделала, для официантов. Сколько был заказ? На сколько? 16 штук. Ну, это неплохо, конечно. И получилось так, одно за другое. Это меня вдохновило, я решила попробовать самостоятельно. Ну, и вот теперь у меня получается самостоятельно. Есть некоторые магазины, которые у меня берут на реализацию этих бабочек. В основном сейчас очень большой акцент идет на детские бабочки. Для животных, говорят, тоже есть. Для животных еще пока не получилось у меня встретиться с такими людьми, но, думаю, в перспективе должно быть. Пока вот для детей в детские садики, утренники, очень так любят маму украшать своих сыновей. Ну, вот вопрос такой ко всем тоже потом попрошу ответить. Вот формула первая, я так понимаю. Страшно, не страшно? Как вообще? Очень интересно. Энтузиазм большой и большой интерес, вот как это все будет. Хочется выставить с лучшей стороны, показать больше разнообразия. Просто, боже мой, ко мне никто не подойдет. У-у-у, абсолютно нет. То есть ты молодец, ты так и нужна. Ну, а откуда вот эти вот ткани, черпаешь вдохновение, сочетание цветов? Это ведь не просто так? Ну, вдохновение мне приносит моя маленькая дочка и друзья итальянцев. У меня очень большой круг знакомых среди них. И есть дизайнеры, также стилисты. С ними много советуюсь, поэтому бабочки не просто придуманы из потолка. Мне кажется, сама похожа на какой-то итальянский. Есть что-то такое. Ну, так. Поэтому и друзья итальянские. Вот. И вот они мне советуют, тоже подсказывают очень хорошие идеи. И я считаю, что я могу предложить что-то очень эксклюзивное, не такое, как вот принято у нас там здесь в Самаре, а что-то именно из Италии. И ткани также я беру оттуда из Италии. Я понимаю, наверное, склад у всех у вас, что-нибудь там по коробкам дома лежит, наверняка кусочек жалко выкинуть, вдруг где-нибудь пригодится. Чемоданами, да, чемоданами. Друзья, телефон 202-11-22. Предлагаю сейчас вам посмотреть на экран, потому что мы разыгрываем билет в кино, в кино «Вертикаль» на спектакль «Верхний свет». Это Великобритания, эффект присутствия. Говорят, что просто невероятный звук, невероятная атмосфера, действительно понравится. Что за фильм мы загадали, если смотрели, если узнали, звоните. 202-11-22. Оль, скажите, пожалуйста, вот вы уже бывалый человек на «Формуле». Что-нибудь получается самой купить там для себя или нет времени, народа много? Кого-то ждете, может быть, в этом году уже что-то приглядели себе? Ну да, я смотрела. Конечно, я из рекламы смотрю в группе «Формулы». Безумное количество людей, которые хочется увидеть, хочется посмотреть их работы. Обязательно что-то захомячить в свой очередной чемоданчик большой. Не первый, я так понимаю, чемоданчик. Не единственный. Восьмой уже, уже восьмой набивается. Винтажные чемоданчики, все как положено, потертое. Конечно, я постараюсь найти время, чтобы пройти по мастерам, вернее, грубо сказано так, посмотреть работу мастеров. Обязательно что-то себе куплю на память, потому что я стараюсь с каждой «Формулой» что-то себе привести, оставить, вплоть до того, что вешается бирочка, когда это было куплено. Это память, это приятно вспоминать. Но самое главное, что это праздник для самих мастеров. Возможность пообщаться. Ну, познакомиться, что-то черпануть, как говорится. Да, с кем-то новыми ребятами, девочками познакомиться. Но самое главное, что это праздник души, сердца, весны, на которые действительно хочется идти. И ждешь этого с нетерпением, и готовишься к этому празднику. Ну, как девчоночки, собираются куда-нибудь... Ну, да, да. Самое лучшее все одеть, приготовить все самое лучшее. Накопленное. Да. Потому что так позреваю, с пустым кошельком туда идти не стоит. Ну, и с полным тоже. Есть вероятность, что можно все оставить. И будет мало. Да. Ян, ты не боишься своей первой формулы? Конечно, не страшно, да. Волнуюсь. Но мне, на самом деле, помимо этого, еще очень интересно. Как говорится, и на других посмотреть, и себя показать. Так что вот, буду готовиться. Ну, хорошо. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Настя. Настя. Вы мастерица, Настя. На все руки, я надеюсь. Ну, так-то да. В принципе, я тоже тут занимаюсь. Там различных психик шью. Ну, тоже вот мишек. Ну, приходите к нам на эфир. Мы всегда рады. У нас в группе есть даже специальная тема. Если кто желает о себе рассказать, себя показать, записывайтесь. А вы в какой технике шьете, Настя? Ну, в принципе, ну, как бы в стиле Тильда. Ну, как бы я так, просто для себя. То есть, как бы не профессионально, а вот такие игрушки в стиле Тильда. Все так начинают. Настя, ну, вы угадали фильм. Что мы загадали? Ну, да. Это кадры из фильма «Горькая». Правильно. Это фильм «Горькая». Отправляйтесь в кино на спектакль. Как бы, может быть, это для кого-то странно не звучало, но действительно, новая такая вот технология, новые веяния в кино и театральном искусстве, когда можно посмотреть фильм, который представлен был на площадках Великобритании, Парижа, где-то еще в каких-то других городах и странах. И нет возможности съездить на выходные куда-нибудь в оперу или посетить площадки. А спектакль специально для вас вот можно будет посмотреть. Спасибо большое. Ну, а у нас, между прочим, организатор «Формулы Рухотелия» сама-то тоже человек с золотыми руками. Лена занимается мылом. Я занимаюсь нервным мылом. Я буду участвовать. Ну, не я. Вместо меня будет стоять моя мама. Я уже в пятый раз буду участвовать. Ну, вот этих мишек мы видим сейчас. Я попрошу показать крупным планом наших операторов. Это что за мыло вообще? Как так вы пришли к этому? Не просто ведь все? Пришла, опять же, вдохновение. Мой ребенок. Меня тоже. Всех дети вдохновляют. Да, дети очень вдохновляют. Сначала мы купили набор в магазине. То есть какой-то минимум мы клубничку какую-то заливали. Увлекло. Все с этих силиконовых формочек начинают. Да, силикон для выпечки. Увлекло. Начала искать в ВКонтакте формы. Сначала пластиковые, потом силиконовые подороже. Более профессиональные. Мышка тут такая вот ювирная тоже работа. Я сейчас хочу показать. Да, это разными цветами окрашивается, заливается поэтапно. Как это мылить? Это же шалка вообще. Вот с удовольствием. Мылить надо с удовольствием. Пахнет тут очень замечательно. Да, мы, ну, у нас-то, понятное дело, в ванной вставлено все. Моемся сначала мышкой, потом мишкой, потом зайкой, потом по кругу, да. Ну, а это все безвредно, такое яркое, вроде красивое. Это делается из мыльной основы производства Англии, да, есть сертификаты. Ну, естественно, у меня ребенок. Я в первую очередь смотрю на то, а можно ли. Потому что заниматься я давно этим начала. Ей было еще два годика. Да, и я вот все это смотрела, чтобы самое главное для деток безопасно было. Ну, я вот хочу все-таки, мой такой вопрос к мастерам. Понятно, что ручной труд, он не может, да, стоить очень дешево. Как вообще, вообще получается, вот, я не знаю, бороться или не бороться, реагировать на людей, которые может кто-то подойти, а сколько стоит? А сколько? Да ладно, я пойду в магазин и куплю. Вот как вы к этому относитесь? Удачи. Удачи, идите в магазин, покупайте. Удачи, идите в магазин, да. Ну, вот таких, у меня не было таких никогда. Приходилось вот как-то с людей? Я не сталкивалась уже. Не сталкивались, да. Ну, я сталкивалась с этим ни разу, ни два. Нормально. Но все равно найдется, да, свой? У каждого с права выбора есть свое. Я предлагаю, вы хотите дешевле, попробуйте. Сами? Либо сами, да. Если не получится, приходите на мастер-класс. Угу. Ну, у вас тоже будет мастер-класс? Да, будет мастер-класс. Нет, это вот, возможно, будет такого, вот такую брошку сделать. Если захотят кто-то, то есть мы пообщаемся на тему обучения, набора в группу по пошиву вот таких мишек. То есть все это можно будет в личном, в личной беседе обсудить, спросить, уточнить. Я открыта для общения. Все секреты, какие есть, возможности. То есть я, да, я скажу. Не жадная. Нет, не жадная. Если, ну, мне есть чем поделиться, я так считаю. Девочки, у вас будут мастер-классы? Или вы будете, может быть, участвовать в чем-то? Или вы пока только пробуете, так сказать, участие? Мы и пробуем, и пытаемся. И я вот буду участвовать в конкурс бабочек. Мне предложили, и я думаю, что у меня получится... У нас еще и дефиле будет? Нет, у нас будет не дефиле, у нас конкурс объявлен. Конкурс называется «Бабочка 21 века». Ух ты. То есть обыграть же можно по-разному. Они бывают из ткани, из дерева. Да. Вот все, что угодно. Работы мы 26 числа собираем, и уже потом на три дня выставляем их в экспозиции конкурсных работ. Подходят люди, смотрят, голосуют. В воскресенье в два часа мы будем награждать победителей, дарить подарки, дипломы. Вот так. То есть масштабно все равно, мне кажется, каждый раз это проходит. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, все-таки формула рукоделия. Ты чисто женская такая мастера, в основном барышни, или все-таки мужчины? У нас есть мужчины. А чем они занимаются? Кожей. То есть это вот мужское, то, что руками? Кожа, платки. И у нас, да, приезжает узбекский шелк. Я просто недавно узнала. Ну, он приезжает, понятно, шелк красиво. Оказывается, он занимается этим с детства. У него собственная фабрика. То есть человек вот душу вкладывает практически в каждую вещь. Кажется, мужчина, шелк, платки. А вот, потом у нас приедут из Ярославля сладости, делает метровые конфеты, наверное, да. Она реально вот метр длиной, конфета. Очень интересно. А будет, кстати, вот возможность что-то перекусить, там чайку выпить? Кафе. Кафе. Да, к вашим услугам, к услугам посетителей. А детишек оставить куда-то и погулять? Детишек на мастер-класс. На барабаны. На барабаны, да. Шоу сумасшедшего профессора Николя. Они будут как на центральной площадке два раза в день, все три дня так. И у них будет стенд в городе мастеров. У них будет томорезка, в которой фотографироваться лица вырезаны. В общем, будет интересно. В принципе, берите, друзья мои, всю семью. Приходите, мне кажется, будет интересно, если папа пойдет что-то там в коже ковыряться, и мама пойдет мыло покупать, а ребенок будет, не знаю, стучать на барабаны и делать себе симпатичную мишку-брошку или вот просить, научить тетю Яну сделать такую замечательную ложку. Почему нет? Друзья мои, еще раз напоминаем, что ближайшие выходные с 27 по 29 марта в музее Алабина с 10.00 до 18.00 будет проходить выставка, ярмарка, продажа. Ну, в большей степени, как я поняла, со слов Елены, это все-таки выставка, когда приедут мастера из многих городов России. Эта выставка получила статус международный, и билеты на это мероприятие мы будем разыгрывать в нашей группе ВКонтакте программы «Универсальный формат». Ну что, вы молодцы, вам удачи, спасибо, что пришли. Ну, а вам, друзья, дорогие, желаю, ну, попробуйте что-нибудь сделать своими руками, тогда вы поймете цену ручного труда, цену того, что представят на этой выставке наши самарские и не только мастера. А потом уж давайте и к нам в эфир, мы всегда рады. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова